здравствуйте это я наконец-то это случилось я снова обновляю парк видеокарт на этот раз я купил себе что-то необычное не каждый пробовал эти карты я хочу поэкспериментировать здесь на самом деле целая фирма как видите здесь материнская плата она наверное идет на дальнюю полку кучу бумаги макулатуры есть корпусные вентиляторы по моему около пяти рейзеров блок питания какие-то провода по моему от блока питания ну и самое интересное это видеокарты их тут 5 штук сейчас распакую покажу что за это видеокарты такие ну вот одну карту я распаковал название у нее bc 160 это карты а md они были изготовлены специально для и вычислений и они беспортовые характеристики у них вот такие это кстати карты от xfx 8 гигов hbm память у них немножко они напоминают веги но здесь чип от navi стоит то есть эти карты более энергоэффективные чем веги таких карт я ни у кого не видел вообще не щупал ни разу поэтому тут больше спортивный интерес ну и достались они мне по 12 тысяч рублей каких-то два года назад одна такая карта стоила порядка 120 тысяч то есть за два года наверное даже за полтора эти видеокарты подешевели в 10 раз что подразобрал видеокарту чтобы немножко почистить от пыли кстати пыли не так уж много было так кожух помыл водичкой он пластиковый ну и давайте посмотрим что у них там с портами можно вообще их напаять вот здесь посадочное место под hdmi есть есть вроде какой-то дисплейпорт маковский напоминаю что вот эта видеокарта для вычисления это аналог видеокарты в 520 которая использовалась для mac систем для mac pro ну в общем компьютеров apple и таких видеокарт не было на писем во всяком случае я не видел в теории наверно можно сюда напаять будет порт если это понадобится активировать его как-то но буду ли этим заниматься это большой вопрос скорее всего нет просто разобрал для интереса посмотрел турбина здесь шумновато наверное будет при работе в жару особенно но это не страшно на видеокарте стоит hbm2 память как уже говорил вот у нее чип разбирать я пока не хочу там не исключено что вообще какая хитрая термопаста у меня такой нету чем они отличаются от век вот есть такая же видеокарта в 520 как говорил это маковская версия чип аналогичный ну и при ближайшем распространении на чип если смотреть на чип он немножко выглядит иначе чем на веге на веге как мы помним само ядро и две банки памяти которые часто перегревались и при сильном нагреве уходили в отрыв скажем так в кавычках здесь похоже сделали работу над ошибками чипы памяти теперь стоят по бокам то есть не вместе максимального нагрева по краям не знаю насколько помогло это решение но надеюсь это все таки была проведена работа над ошибками тому же чип здесь уже стоит от нави это не старый и у него еще и техпроцесс 7 нанометров напоминаю что увек был техпроцесс 14 нанометров поэтому они гораздо горячее вот такая вот ситуация по чипу в чем плюс вот этого чипа это то что не нужны термопрокладки на память то есть термопаста размазывается полностью по всему этому чипу все у вас хороший прижим никаких проблем нет с перегревом на видеокарте термопрокладки только на зоне в р.м. предположительно это где-то вот здесь ну разбирать не буду и кстати видео по разборке тоже не нашел не хочется мне видеокарту трогать она нормально должна себя вести не сильно давно в майнинге не думаю что пора туда залезать ну когда-нибудь может сделаю отдельный ролик ну что появилась еще одна проблема в ray vs эта карта не очень хорошо определяется точнее определяется не так как бы она должна определяться какие-то цифры странные но это не важно важно то что она не поддается тюнингу вообще никакому сколько я сюда цифр не прописывал какие команды не писал даже в сет прописывал команды нифига она не работает то есть она работает на стоковых настройках если применять настройки она просто пишет ошибку что overclocker но ничего и запустил ее и так вроде бы неплохо всем сейчас она работает на алгоритме radiant здесь видно сейчас буду пробовать ее запустить под high os там она должна работать несколько видео видел по этому поводу там все блогеры работали с хайвом ну вот в хайве они нормально работают даже немножко я выжил побольше на радианте оптимальные настройки я выбрал вот такие по памяти я частоту срезал у них заводская 1200 я сделал 800 на радианте это неважно и на современных алгоритмах ядро поставил 1700 чуть повыше и вольтаж 930 самое интересное что если делать ниже уже карта не очень адекватно работает здесь похоже уже стоят отборные чипы на этих картах и они минимально задуунвольчены насколько это возможно поэтому видеокарты идеально для тех кто хочет поставить их и забыть то есть можете в принципе эти настройки даже не трогать они не сильно будут отличаться но вот для себя оптимально выбрал вот это конечно можно частоту ядра задрать она потом и потребление начинает поднимать но не особо там будет хешрейт высокий все-таки карту же не новое и как видите в хайве они определяются прекрасно как маковский в 520 давайте тестировать на алгоритмах смотрим радиант сейчас посмотрю что у них по потреблению само собой здесь скорее всего потребление показывает неправильно в хайве видео приходится снимать ночью потому что работаю допоздна и особо некогда но уж извините собрал такую ферму из четырех карт тут нам плоховато видно пятая карта будет сюда конечно влезла но блок питания не позволяет подключить еще одну тут не хватает двух хвостиков все-таки блок питания на 1300 ватт не сказал что у карты 2 8 пиновых разъема вторую карту подключил в другой стенд скажем так здесь вот видно что два разъема у него сзади это уже система на ray вас здесь у меня 3070 ти стоят две штучки 5700 и вот эта вот карта в этой ферме стояли раньше полярисы но смысла них нет как уже говорил потребление смотрим так здесь показывает 480 ну пускай 490 ватт то есть каждая карта порядка 110 ватт подъедает но и плюс система где-то 30 40 50 там что-то в этом роде я думаю что я думаю что 110 ватт с карты неплохо вот этот снятый полярис выдает на радианте 200 мега х при этом пожирает где-то порядка 130 ватт то есть если смотрим по радианту эффективность она больше чем в два раза карта bc 160 потребляет 110 ватт выдает в два раза больше даже в 2 с копейками чем один полярис при этом полярис потребляет 130 ватт скажем так замена видеокарт она получилась выгодная единственное что по цене я не очень выгодал эти карты сейчас за 5000 или или продаются ну зато я получил кое-какую но энергоэффективность ну и теперь давайте посмотрим что эти карты могли бы выдавать на алгоритме эфира дайгер хэшемота и тэш его называют еще видим что около 71 мега хэш получается чистоту памяти я конечно же немножко задрал даже немножко выше заводской сделал карты видно сразу начали жрать чуть побольше да он вольтингу подадутся они или нет я не уверен ну и получаем 71 хорошо это или плохо это просто отлично вот эти карты они идеальны для майнинга эфироподобных монет полтора два года назад это было бы круто сейчас это уже бесполезно они бы конечно составили конкуренцию каким-нибудь 3070 яй но сейчас это уже не важно давайте посмотрим потребление всей фирмы потребление всей фирмы на алгоритме дайгер хэшемота 612 ватт это примерно 145 140 ватт с карты многовато по мне но видимо за счет того что поднимаю частоту памяти и карта потребляет больше вот такие дела ну и давайте проверим на всеми любимой и про пампиной каспи что у нас как дела здесь у нас 340 частоту оставил прежней ядро опять обрезал на каспи ядро не важно можно мне кажется чуть ли не до нуля и срезать если посмотреть по хешрейту эта карта выдает чуть больше чем та же самая 5700 и все она немножко даже по интереснее чем 5700 будет по потреблению пойдемте смотреть потребление на каспи у нас получается порядка что-то около 470 480 ватт это тоже где-то 110 120 ватт с карты по сравнению с тем же полярисом это тоже выгодно в два раза потому что полярис жрет также около 120 ватт может быть тоже 130 точно не мерил выдает в два раза меньше на данный момент сегодня 5 апреля я все-таки буду майнить радиант он пока еще выгоднее чем каспа дальше уже посмотрим ну что давайте делать выводы то что я продал 570 и вот такие довольно большое количество этих карт по моему осталось меня пять штук вот еще сзади в стенде одна для игр это хорошо я получил энергоэффективность а вот рекомендую ли я к покупке таких карт конечно же нет майнинг сейчас не выгоден несмотря на то что некоторые монеты у нас пампятся но памп этот такой какой-то сомнительный у многих майнеров сейчас отключилось сознание они в полной эйфории и побежали уже видеокарты покупать напоминаю что крипто зима 2020 года закончилась не тогда когда монеты полетели для майнинга тогда когда полетел bitcoin вот когда он сделает иксы мы можем уже точно говорить что крипто зима закончилась и можем покупать видеокарты но пока я не собираюсь заходить майнинг эту ферму я наверное сейчас не побалуюсь если будет сильно жарко летом я ее наверно отключу как вариант я и вообще наверное могут даже продать потому что перспективы в этих картах я особо не вижу многие уже наверное посчитали и на самом деле есть более эффективная карта типа 3070 тем те же самых их можно купить чуть чуть дороже они примерно в два раза дороже этих карт но зато они будут гораздо энергоэффективнее выдавать гораздо больше дохода еще раз напоминаю что майнинг пока еще не ожил не теряйте голову эти видеокарты я покупал для интереса хотел просто их пощупать деньги у меня на них были может быть конечно эти деньги лучше надо было купить биткоина но майнинг это болезнь как я уже говорил это не лечится конечно если бы эфир у нас не ушел на поз я бы сейчас был счастлив они бы выдавали бы как 3070 ти наверное но к сожалению на современных алгоритмах это и видеокарты не особо что-то могут вот такое получилось видео пишите комментарии ставьте лайки все-таки надеюсь я не зря снимаю эти ролики и интересно было не только мне но и вам не теряйте голову как говорил уже не делайте неодуманных поступков не бегите впереди паровоза не надо покупать сейчас карты особенно в кредит обновляться может быть есть смысл захотите ли у майнинг на всю котлету сомневаюсь всем удачи пока нет это не 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 Продолжение следует...